Вальв, которую вернее портировали Вальв из 1.6 на свой лад. Начнется все, если я не ошибаюсь, с сайдпика, да, будет сайдпик, будут ножи, ну и напомню вам, что Эгейн на этой карте очень зверски расправлялись в матчах в интернете, даже имея в составе двух стендинов, но вот тут вот у них есть свой, свои два игрока и сейчас будет все намного эпичней, по-моему. Ну, так, ножи. Ножи и команды готовы. Ну, все как надо, все, полетели на яму, смотрим. Ну, в сторону защиты, конечно, бы хотелось здесь Нави, наверное, оставить за собой, Эгейн также ее хотят получить. Так, короче, размен здесь был сейчас для Нави. Ну и Нави все-таки ближе находится к победе в Найф Раунде, да, будут выбирать сторону, но это однозначно стейс. Да, да, однозначно. Итак, ну вот по традиции все-таки команда понадобится еще парочка минут, дабы переговорить все важные нюансы перед началом этой карты. Ну, а мы последим за этим Тим Толком. И мне вот все-таки интересно, что же Нави хотят придумать в игре за деф. Так, последние результаты. Вот пытаюсь найти, и все матчи были сыграны Best of 3 последней у команды Нави. Сложно что-то сказать по статам на карте Мираж. Но однозначно это будет интересно. Так, вот хотел зайти в статистику, но что-то пока что Хелт и Ворк ее нам не придумал. Странновато. Странновато. Так, как ты думаешь, что будут готовить Нави? Все-таки их карта. Ну, против команды GamePub мы увидели интересный поджим. Рискнут ли сейчас Нави идти и проверять, что же все-таки делает команда EA? Ну вот, даже не знаю. Потому что поляки однозначно смотрели этот матч, и надо будет что-то менять. Или все-таки пойдут на характер поджимать, как думаешь? Не знаю. Но мне кажется, что в первом пистолетном они по-любому попробуют запереть мид. Опять-таки Ковач будет прикрывать на нос окна, дворинулся с коннектора, либо с зиги. Но если вспомнить последний раунд защиты, то... Да, у Нави постоянно было укрепление в зигзаге. Из троих игроков. Один в окне, два в зигзаге. И эта позиция принимается без шансов у команды Nato Swins. Ну, и тем самым как бы будет быстрый суппорт. Во-первых, запирайте мидл. Это, наверное, самое важное на Мираже это мидл. Если вы его контролируете, то вам будет уже легче понять, куда пойдет соперник. Потому что велика вероятность того, что кто-то у вас захочет зааркалить. И обычно такие аркады приносят результаты. Вы, оказывается, спинел врага. На Б он или на, это абсолютно неважно. Но я думаю, знаешь, Эгейн смотрели матч на Мираже команды Нави и знают. Ну, то есть, опять-таки, у них был шанс увидеть все задумки, все заготовки команды Нави. Да, потому что на максимум выкладывались Нави против Гимпа. Была непростая победа. Ну, и это позволило полякам бросить свой такой вот пристальный взгляд на раунды, рожденных побеждать. Так, ну вот Эгейн, я даже не знаю, что Эгейн. Ну, вот из того, что мы видели в интернете, у них тоже есть серия агрессивных раундов. Пистолетки под Б. Ну, вот одна из пистолеток под Б у Эгейн в интернете выглядела весьма интересно. Они туда ломились втроем. Одного человека оставляли в медле. И один оставался всегда в подвале, чтобы брить коннектор. При том, что развлечение все начиналось именно с меда. И звено медла всегда пыталось как-то напугать коннектор, отвлечь на себя внимание. Ну, и под шумок оставшаяся армия выходила на шифтах под Б, при том, что не быстро. Так, ну вот вторая кричалка на второй карте уже Нави. Зал поддерживает. Посмотрим, что крикнут поляки. Поляки вряд ли что-то будут кричать, просто сядут и будут драться. Драться за победу на этом турнире. Ну, вот станут ли они второй раз чемпионами? Мне интересно. Напомню вам, что в прошлом сезоне чемпионами стали в Эри Геймс. В позапрошлом сезоне. Ну, вот знаешь, вот, прости, что перебиваю, но эти команды уже действительно соскучились по победам. Одна, любая, вот кого они выберут, как поляки, так и Нави, действительно хотят выиграть. Выиграть напоследок. Ну, знаешь, про Нави я могу сказать, вот, чем бы не закончился для них гранд-финал. Да, мое мнение такое, у Нави все только начинается. У поляков так же начинается все. Вот у них новый состав. Они вроде бы набрали кое-какую форму, готовы покорять новые вершины. Ну, и одна из первых вершин это победа на финалах Старсерии. Ну, далее у них, конечно, будет еще долгий путь, но я надеюсь на ответку от Нави на самом деле, потому что третья карта это просто мега-бомба. Это мега-бомба. Так, ну что ж, Натус Винсер готовы. Геймс садятся на свои места. Ну, вот Снэкс. Белый, белый по-прежнему на коврике Нави. Он реально белый в белых наушниках, подчеркивает. Так, Зевс развлекается на вармапе. Все, польская команда готова. Итак, рестарт и первый пистолетный. Что будут делать и Гейн, это интересно. Ну, и действия Гейн обсуждать мы не будем. Будем стараться уделять внимание позициям команды Нави. Ну, и давай смотреть пистолетку, угадали мы с тобой или нет. Да, что же будет делать Нави? Ну, мы спрогнозировали свой вариант пистолетного раунда. Оказались ли правы или все-таки ошибались? Ну, мы с тобой оказались правы. Да, все, что можно сказать. Все без изменений. Все без изменений? Действительно, зачем что-то менять, если работает раунд и... Ну, все четко. Маленькая поправочка. Он работал. Работал в другом матче. Будет ли он работать здесь? Опять же, я уверен и Гейн в курсе вообще о всех фишках, которые Нави показывали на этой карте. Они видели практически все. Каждую игру у команды Нави смотрел ТАСС. Ну, вот, да. И вот как раз, по-моему, готовы поляки к этому. Поджимающего Старикса без шанса законтролили втроем. Вот это показатель того, что они знают, чем эта пистолетка начиналась. Они прекрасно знали, что будут делать Нави. И вот такая вот подловленная аркада в закрытых позициях говорит об этом. Итак, теперь надо Нави перестроиться. Как-то вот поменять свои позиции. И по-прежнему не понимают, парни, куда же пойдет атака польской команды. Поляки абсолютно не палятся. Ничего не происходит. Все очень тихо. Немного растерянности, конечно, тоже здесь сейчас присутствует. И вот опасный момент был у Эдварда. Но он ускользнул, по-моему. Так, где яма Паша. Вот в этот момент поляки надавили сейчас неплохо яму. И Нави ринулись суппортить Апленту. Как в ту же секунду просто выход. Смедапроход по Зиге. Минус спину Эдварду. И занятый Б-Плент. Установлена бомба. Снекс. Видит Зигу. Перестрелка. Ковач. Вот один из лучших пистолетчиков. Сейчас отваливается. Последний. Но Эгейн просто просчитали все. Тут не просчитали. Они просто заранее подготовились к этому раунду. Просчитали. Просчитали, да. Они знали. Они просто знали, как будут играть Нави в первом пистолетном. Ну, знаешь, тут уже... Ну, знаешь, про Таза, что можно сказать? Игра разумов была. Я уверен, Нави знали, что... Смотрели все игры поляки. Знали, что делают в пистолетном Нави. И тут кто кого перехитрит. Какой вывод? Кто поменяет стратегию. Юра, какой вывод? Таз, Зоркий Глаз. Зоркий Глаз. Усмотрел все. Нидером приходил на матч нижней сетки. Смотрел пристально за игрой против команды GamePub. Ну и, походу, сделал кое-какие выводы. И они уже приносят первые плоды. Так, ну я предлагаю тебе сейчас показать. Да, да, да. Именно там мы сейчас находимся. Снекс. Все-таки забирает Дениса. Денис постарался удивить польскую команду. Но, как видим, не получилось. Отличные пистолеты. Гвардиан подхватил. С окна забрали Пашу. Ну вот, обидно, конечно, то, что девайсы не забрать. Но, наверное, будут работать над этим. Поляки, тем не менее, жаждут просто, жаждут серии разменов. Ну, опять же, исходя из того, что делают. Зевс чекает с коннектора. Видит заходящих игроков попадение. Пытается реализовать по 250. Попадает в голову по Нео. Кубский падает. Так, ну и посмотри. Нави готовы взять ЭКРАУНД. 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 Крайне пассивно. Что, в принципе, закончилось для них очень-очень плохо. Теперь у них нет денег. Оно понятно. Ну и Нави попробует сейчас, не знаю, отстоять, отстоять вот этот раунд и взять преимущество. Но непонятно, насколько ЭГЭЙН готовы играть пистолеты против девайсов. Может быть, там какая-то ультра-стратегия или супер-раскидка, которая может спасти ситуацию. Так, вот Сейзет посмотри на Б внимательно, на его действия. Совсем недавно он очень неплохо завтыкал, я бы сказал. Так, ну а тем временем выход команды ЭГЭЙН намечается совсем на другой плоент. Старик съесть опенфраг, забирает Таза. Сережа, есть второй минус. Ну и еще три живых пытаются пройти, в коннектор проходит инфа, что близко, и, соответственно, наверное, ментально отвечают. Ну вот инфа последняя, между-между-между, и ловят Нео. 2-1. Не дают сыграть на уровне ЭГЭЙН. Но самое печальное, то, что ты понимаешь, они в этом раунде даже... Вот почему надо ходить на ЭКНБ, почему большинство в Эригейм, Снип, Фнатик, почему они всегда бегают на ЭКНБ? Потому что там можно реально пройти и поставить бомбу. Тоже неоднозначно. Если принимается плотно БПЛН, 2 гранаты и вся атака возливотает просто на воздух. Но прикол в том, что принимают 2 или 1, и одного вы всегда увидите, даже если он отойдет. И шанс на бомбу высокий, потому что очень удобный БПЛН. Как мы-то пролетели по зигзагу поляки. Ну, Нави готовы... Мы 2-2 застали врасплох, сейзет. Нави готовы принимать ей сейзет. Ну, там... Ой-ой-ой-ой-ой, гвардиан. Привет, говорит Паша. Остается с Нэкс вместе с Белым. Подожди, надо вспомнить, как же его называл Зевс. Коконап, по-моему. Или коко... Что-то... Что-то такое пролетело от Зевса. Итак, ситуация 2 в 3. Поляки вышли на БПЛН. Бомба по-прежнему не стоит. Ну и... Пока все под контролем, вроде бы, у Нави. Пытаются поймать момент Эгэйн. Ловит Снэкс. Ну вот, а Зевсе не знали. И вот эта вот ошибка, из-за которой Снэкс не зачекал, приносит победу команде Нави. 3-1. Тем не менее, это был второй Эк, и сыграли его Гэйн очень... Результативно. Застали врасплох именно тем, что... Адмили сначала Зигзаг. Да, адмили Зигзаг. Ковач вроде бы все контролировал, но услышал только в последний момент. Пробегающая стада поляков по Зигзагу. И Эдварда забрали. Так, матч продолжается. Важнейший девайс с ним. Для команды Гэйн. На этой карте, как на тренирую... Ковач, какой выстрел! Это просто невероятно. Что творит Словак? На вскидку за ящик. Как он убил с первого выстрела. Прострелом. Я не знаю, что это было вообще. Но он, наверное, знал, что его оп просто прошел. Так, техничная граната от белого заканчивается вообще... Каким-то непонятным омлетом. Лишаются просто гранаты. Эгэйн, тем не менее, старается держаться на медле. Принимает ряд решений. Нави. А вот у Нави очень интересная расстановка. Мне прям понравилось, как они импровизируют. Особенно со Стариксом. После того, когда основная помощь, основная защита стягивается. Старикс остается в очень интересной позиции. И она должна была ему хоть как-то помочь здесь. Ну, принять, по крайней мере. Что же, 45 секунд до конца раунда. Поляки начинают. Какие-то действия. Сейзет. Ну, и попытка удивить. Сейчас Б-плэнт. Смотрим за... Так, что будет делать? Здесь есть Кубский. Ему дали выйти. Так, сбривает Тасс Эйзета. Помогает Нео. И в два девайса давят Эдварда в зиге. Он не делает ни одного минуса. Ситуация 3 в 3. Напиженный момент для команды Нави. Тасс бреет дом. Зевсу не удается зайти в спину. Два раунда. В том удалось. Здесь не получилось. Ну, и все в руках Старикса и Гвардиана. Сможет ли? Сможет ли Ковач рассказать свою историю снайпера прямо сейчас? Ну, и посмотри, как грамотно действуют поляки. Просто не появляются на прицелах команды Нави. Не навязывают никаких перестрелок, а просто тянут время. Но не боятся Гвардиана. Тем не менее, особо сильно Нави не рискует. Понимая то, что велика вероятность того, что им придется уйти на сейв. И рискнул только Старикс в последний момент. Но Ковач при этом при всем уходит целый невредимый. И забирает с собой свое луфер. В принципе, это правильное решение. И единственное. Правильное, наверное, которое можно было принять. 3-2. 3-2. И Гейн отвечает. Слушай, качели, снова возвращаемся на первую карту. Так, ну и у Зевса сюрприз для поляков. Так, ну вот продропались сейчас. Весьма неплохо. Смотрим за Ковачем. И... Ну все, начинается вот та же самая дискотека, когда... Дегейн просто хотят не дать играть мид Ковачу. В итоге Нео совершает ошибку, открывается за ящикой и... Дым не спас. Дым не спас. Гвард продолжает. Ну вот это вот сейчас было ТК. Гвард так и продолжает, что даже с Старикса попал. Не признал Серегу Эдварда Зигзаги. Минус Таз. Отличный прием с дальней дистанции, не дает сесть Стазу на стул. Ну и посмотри, преимущество в два игрока у Нави. Что будут делать, пока не ясно. Так, ну вот... Что-то, что-то интересное у нас сейчас будет. Зевс. Замечает оппонента, выбивает бомбу из Паши. Два в пять. Ну и все. Последний игрок в перемычке. Эдвард делает последний минус. Нави берут четвертый. И тем самым, вроде бы, сбивают экономику полякам. Да, да. Именно. Ну, в принципе, чем не цель. Ну, Эгейн все равно. Два стартовых свои получили. Сбили серию из трех. Это весьма внушительный результат. Просто, если дальше так пойдет, они могут взять четыре или даже пять. И потом уже играть каким-то своим старым схемам. Напомню вам, что в интернете, опять-таки, Эгейн выглядели весьма мощными за защиту. И внятными, именно адекватными в атаке. Вот у них все было по делу. Ну, сейчас большой слив. И уже это дело Нави зачитали. Закрыли белого. Так, а вот. Да, Зевс. Эдвард подсказывает ему. Даня, ты видишь бомбу? Как так? Как так? Снекс! Ой-ой-ой! Забирает подвал. Какой дигл? Счекнул Эдварда. Так, Зевс. Ну, вот сейчас дает инфу о том, что здесь было убивание. Дал инфу, наверное, еще и Эдвайса, который... Сейза тем временем поджимает 2 плэн, забирает Снекса. Ну и что же, на последний... Точнее, как на последний. На этот раунд у Таза и Паши. Есть вот такая вот штука. Но ее уже увидели. На самом деле, Зевс это дело спалил, потому что Таз по нему стрелял. Ну и вот пока пытались забрать бомбу, которая упала совсем неудобно под ямой. Нави заняли самые непредсказуемые позиции. Одна из них сейчас играет. Сейза забирает Пашу. И пока что выдержка от Сейза, да, нарывается на Таза. 3 в 1. Ну это... У Таза есть на все, право, все 30 секунд. У Таза есть еще АК и Вармор. Вот это самое главное, по-моему. Тернул Ковача. Так, ну вот Ковач здесь должен был справляться. Да, зажимает, но граната от Зевса трехочковая. 5-2. 5-2, три раунда преимущества за командой Нави. Матч продолжается. Будем смотреть, чем ответят поляки. Вот из-за того, что они не ставят бомбу, им не удается, по-моему, набрать комфортную экономику. И мы не видим у них Пашу с АВП. Мы не видим у них гигантских нереальных раскидок. И они принимают сейчас интересное решение. Все-таки сыграть дисциплинированно. И выдавить реально максимум из АКМов. И денег, которые они получат. Ну, давайте смотреть. Расположение команды Нави выглядит так же. Оно практически не меняется. Единственное, что в какие-то моменты... Получается. Снэкс старанит Ковача. Минус Ковач появляется АВП в стейке. Старикса просто... Вот Зевс пытается крыть сплетки, но здесь уже 4 в 2. И дымы польской команды просто божественны. Закрыли. Закрыли все. И под шумок команда сыграла крайне эффективно. Зевс! Просто в единочку разбирается. Снэкс один против двоих. Вот это плёточка. Вот это плёточка от Зевса. Наказал. Вот какой-то сумбурный раунд получился у Нави. Сейза сделал тимкил. Старикс выбежал непонятно куда. Ну и в итоге. Все-таки 2 к 1. Снэкс забирает Сейза. Зевс против поляка. Ну и вот тут уже не до шуток. 40 секунд до конца. Да, ну и невероятно напряжённый раунд. Не понимает Снэкс, где находится Зевс. Потому что минусы опять-таки из дыма были. Катастрофическая попытка залезть на коннекторы. Эпичный фейл от Снэкса. Как у них по нему не было инфы. Ну вот это фраги в дым. Никто не понял, где находится Зевс. Откуда он стреляет. Вариантов-то много. Он мог вообще из зиги стрелять совершенно спокойно. 6-2. 4 раунда разница. Но экономику изрядно подбортили. Рождённым побеждать. Как видим у Na'Vi с деньгами. Теперь начинаются также проблемы. И надо брать раунд. Тем не менее. Na'Vi также считает экономику польской команды. И знает то, что сейчас там очень плотный бай. Na'Vi хватает денег. И от этого задача... Задача, конечно, становится сложнее. Но и проще. Смотри вообще, как дедут Na'Vi АПВ. Ну, стараются выглядеть динамичными. И крайне эффективными. Посмотрим, поможет ли просто. Пока это сомнительно. Так, начинается какая-то первая раскидка. Серия дымов. И Паша уже угощает. Вовсю просто раскидом. Минус Тарикс. Зевс. Плётка. Ну, вот. Красного, конечно, ему здесь будет очень тяжело. Но, тем не менее, свои минус 2 он делает. 3 в 3 ситуация. Капитан помог сейчас своей команде. Подхватывает Ковач. Собирает ещё и бомб кэрри. Это просто эпик. Эдвард лезет. Получает. 2 в 2 ситуация. Слезет пытается исправить ситуацию. Выходит на спрей против Снекса. Проигрывает перестрелку. И Гвардиан остаётся 1 в 2. Ну, вот. Всегда очень плохо, когда снайпер сильный. И о нём знает соперник. Но здесь есть свитч. И будет удивление. Или не будет. Так, ну, вот Гвардиан видел уход одного человека. И не знает сейчас, перекрёстка там или не перекрёстка. Только что была интересная информация. Также опять в рядах Нави. Гвардиан. Но всё по контролю у поляков. Вдвоём принимали врыв Словака. Ну и 6-3. 6-3. 3 раунда преимущества за Нави. Десятый раунд. Нужно посмотреть, наверное, всё-таки статистику. И кто же у нас из польской команды. Ну, 3 в атаке это уже хорошо. Слишком много отдают Нави. И данный раунд проводят в экономике. Ну, вот посмотри график демейджа капитана. Ты лучше посмотри, что творит Серёжа Старикс. Опс. Ну, тут спалил его таз. Услышал топот. Пошёл закрывать. Чуть-чуть раньше. Пошёл бы Серёга, было бы всё по-другому. Да. Но, опять-таки, это тайминги. Их просчитать практически нереально. Смотри, как Зев сейчас тоже поставил. Ну, веселятся Нави. Так, ну, Зев сейчас постарается развлечь поляков. И попадает очень плотно, но не добивает, как видим, с пистолета. 6-4. Смотрим экономику. На игрушку хватает. И, по-моему, она сейчас будет. Или же нет? 3-500. Так, и посмотри, посмотри. Нет, там было денег у Старикса. Было денег у Старикса. Как раз на неё. Но, если бы он это сделал, купил её и продропал, то у неё не осталось бы на бронь. Поэтому Нави придётся сейчас играть контактный раунд. Так, ну и у Нави уже всё интересно выглядит. Они сразу просто решили забрать своё вообще на ходу. И успевают подхватить игру на Б-плэнт от команды Эгейн. Влетает в кухню, никого не находит. Знают об этом поляки. Эгейн, тем не менее, вышел. Готовится принимать буш с дома. Ну, и ошибается белый. Открывается спиной на Ковача. И тут он подрезает в самое вовремя. Ну, и всё сейчас в руках Нави. Вот одна какая-то флешка. И всё может очень здорово закончиться. Сейзер. Паша, Нео. Даёт размену. Что творит Нео? Нео. Таз. Таз забирает Зигул. Открывается Старикс. Ну, это просто фантастика. Такие вертушки навешал Нео. Стреляется с Нео. И один на один остаётся против Таза. Горит. Таз. Ой-ой-ой. Второй ваншот. И просто первой пулей попадает сразу в голову. Сносит 80. И второй просто добирает пищу ка. Но что сделал Нео? Это, я не знаю, это руколицо. А ты вспомнил от предыдущей дни, как играл Нео? То есть никак не играл. Его не было видно вообще. Опять же, смотри, график капитанов. Вот как он считается по демейджу. Никак не могут выйти в ноль. Видно, что Зев старается чуть больше. Вот за счёт плётки. Поднатаскал. Ну и что даёт Нео после этого? По-моему. Ну, догоняет. Догоняет Нео на 11-му раунду. Немножечко своих тиммейтов. По количеству нанесённого урона. Это уже начинает быть более командным. Так, 5 в 2, 5 в 1. Вообще, сходу и Ковычу играть так же не дают. 6-6. Счёт равный в этом матче. Поляки догоняют украинскую команду. Ну и... Что же будет дальше? Ну и вот на ваших экранах этот чудо-повтор. Ну, просто... Просто робот. Просто в режиме робота Нео разложил всё по полочкам. Так, вот какая-то невзрачная флешка вообще сейчас залетела. Два блайнда было при проходе у одного из игроков. И давайте смотреть, чем будет это заканчиваться. Квардиан. Ну вот услышал то, что разбивается лифт. В этот момент, again, атакует точно, неоднозначно. И вот этот момент не читается. Вот посмотри, Аплант зачищают. Живых степсов тоже Ковыч. Как только. Трифт-3. Ну, на Апланте я имею в виду. А, на Апланте ты имеешь в виду. Но, по крайней мере, он сдерживает. На него здесь лезть не будут. В арсенале нет вообще ни одной. Или есть. Так, непонятно. Белый всё-таки набревает Гвардиан. А он сейчас был очень-очень полезен. Потому что полякам нечего было кинуть. И в очередной раз. Очень-очень плачевная ситуация для команды Нави. Хорошо играет Эдвард. Ура в два. Несмотря на то, что его ждали. Он справился с Эйзет. Закрывает Нео. Ну, и на волюшке Эдвард разыгрывает своим с Ямой. И это 7-6 в пользу Нави. Но, тем не менее, Эгейн взяли больше, чем нужно даже, я считаю, в первой половине. Но в Нави есть преимущество. Это преимущество называется пистолетный раунд. И если возьмут ещё один, то смогут, опять-таки же, выровнять ситуацию. Заводить инициативы в атаке. Но смогут ли довести это всё дело до конца? Ну, сейчас узнаем. Так, ну, антиаркадные флешки сам начинаются. Опять-таки, предварительный при флеш. Разных точек и... Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Изоляция залетает в самое нужное место сейчас для команды Эгейн. Он больше не совершает они ту же ошибку, как... Мимолетный проход в центре и прочие расклады. Старикс на коврах забирает Пашу. Так, играет коннектор у поляков. Снекс проносит сейчас Зевса, не ощущая просто полностью. Ну и что будет делать дальше этих игроков, не ясно. Открывается Яма, знают о Стариксе. Получает инфу Ковач, перестраивается под красный. Отстреливает Снекса. Два в одного. Белый. Ну вот Звездный час молодого игрока. Это, кстати, Сурш-Колы, между прочим. Так что будет не сладко сейчас этому ковбою. Надо проявлять инициативу и Смекалку. И вот сколько он знает все позиции. Какой хитрый, однозначно, а. Тем не менее. Только-только. Все четко. Унайвер взыграли как по ноткам эту дуэль. Эдвард вытягивал на себя внимание. Ну и Сейз четко зашел в спину и забрал последнего поляка. Ну и 8-6 на окончании первой половины, грубо говоря, разошлись дружбой. Вот так вот. Так. Давайте посмотрим, наверное. Пятерочки от нами на последний раунд. Так, странно то, что Паша не использует в качестве своего основного снайпера. Ой-ой-ой. Сколько дыма просто сейчас. И Ковач мажет первый патрон. Он, хотя должен был делать минус. Кидает трехочковую. Не дает Нео залезть в лифты. И это опен фраг. Белый с ноги. Минус Сейз от на Б. Эдварда также зажимает с двух сторон. И снова 2 в 2. Слушай, это до конца раунда еще целая минута. Куда-то торопятся поляки. Неужели купили билеты на сегодня на поезд? Попытка за Аркадий Ковач. Опять-таки же великолепен. Забирают Пашу. Снекс. Один против двоих. Вот теперь самое интересное, что предпримет польский игрок. В таких раундах он силен, кстати. В интернете у него, по-моему, если там посчитать винрейт, наверное, будет очень, очень много взятых. Ну, в процентах, наверное, в 40 он точно берет. Но тут еще проблема в том, что времени до конца раунда очень много. И Нави просто не знает сейчас, на что идти. В итоге раскидывается Снекс. Слышит Ковача. Понимает, что еще есть шанс от него как-то спастись. Дым в планете полностью дезориентирует сейчас игрока защиты на слоне. Ну и смотрим за действиями самого опасного. И самый опасный заходит в спину и убивает. Вот так вот. Ну, я имел в виду именно его. Все очень четко. Серега аккуратно прокрадывался, чекал всевозможные позиции и нашел все-таки Снекса. Ну, это ГХ. 9-6. Ну, слушай, дружбы разошлись все же. Так, ну и давай смотреть. Статистика, да. Ну, поляки отыграли очень ровно. 11-12-8-10-8. Вот такое вот количество фрагов у польской команды. Максимальный разрыв в 4 фрага. Ну, вот посмотри, как Нави поддал. Поддал. Просто взял и поддал. А вот у Нави было все-таки, был один герой. Это однозначно Зевс, который вот вытащил парочку важнейших раундов. Ковач 12-11 Эдвард, Сейзет 9 фрагов. Старикс 8. Ну, и у Зевса 17. 17 фрагов. И вот тот самый момент, когда Даня в непрошлой ситуации взял инициативу в свои руки и вытащил. Очень-очень сложный раунд для Нави. Так, а у нас определились победители АИМ-турнира. Пока вот у нас здесь небольшая. Так, ну, 7 секунд для пистолетки, 2-ая половина. Но в АИМ-турнире в этот раз выиграл не Симпл. Он занял 2-ое место и, наверное, подарил своему другу первое. Как я понимаю, монитор-то у Симпла уже есть. Ты посмотри. Фикс. Вообще, 3 места без проигроков. Ну, и на 4-м месте у нас Вадим главный. Это, наверное, Вадим Ганжа перепутали. Не знаю. Это, наверное, просто шутка какая-то. Итак, пистолетный раунд второй половины. Смотрим, что происходит здесь. Нави надо брать. Надо брать, дабы почувствовать уверенность в своих силах. Чтобы почувствовать уверенность в своих силах, здесь надо не брать, здесь надо просто разрывать. Ну, пока вроде, не знаю, вырисовывается или нет. Но играют они весьма неординарный раунд. Ну, и у поляка, вот посмотри, модель диффенса, также все очень интересно. Так, наверное, пробегусь по полякам, покажу вам их позиции. Модель, знаешь, что напоминает? Бегите куда хотите, вы нас все равно не найдете. Вот на это больше похоже. Сейчас это зрелище. Ну, и давайте смотреть. Так, ну, вот вроде бы... Итак, next. Первый прием забирает Гвардиана. Но Нави достойно расправляется сразу же с двумя оппонентами. Паша, как просто разбрасывает. Пытается отпушить, сейзать, но ему не дают сделать перехват инициативы. И Старикс остается один в точке против трех игроков защиты. Накидывают поляки флешку, пытаются зайти в плент. Идет чек, видят Старикса, перестрелка. Ну, и Сереге просто здесь не дают выдохнуть. Это 9-7, грубо говоря, 9-9, если Нави не решат сыграть в оливуху. Ну, или взять Эка. Ну, да. Как-то так. Да, ну, Паша опять-таки же удивляет. Это вот 5-3 минуса, это, конечно, фантастика. Так, ну что, давай смотреть, чем будут рисковать Нави. Не, ну, шансы пронести, на самом деле, у них еще есть. Но все-таки мне кажется, что морально немножечко карта Трейн сломила. Навишников. Такс. Решили, по-моему, не делать здесь подсадок, не исполнять. Тем не менее, все равно на минуты 20 сделали. И смотрим. За Эдвардом залезает в окно, Паша ждет этого такого поворота событий. Зевс. Хорошая стрельба с Глока и просто без шансов для Таза. О-ло-ло. Но, тем не менее, в общей ситуации это никак не спасает. И польская команда грамотно перекрывает основное звено атаки на центре. Счет становится 9-8. Так, ну и вот. Нави впереди. Вот оно, то самое решение от капитана команды Нави. Попытка не упускать из рук преимущество. Вот есть, конечно, такие шансы, что это может и прочитаться. Просто я сейчас уже вижу в сайте. Паша, дернули СВП. Паша, второй раз мажет. Третий промах от польского снайпера. Тем не менее, Нео еще немножко подсобил. Зашел в коннектор. Вот тут вот Зевс перехватывает Кубски. Ну вот попытка поляков сыграть агрессивно пока ничем интересным не заканчивается. Ну как, интересным для Нави. Ну они-то ожидали, понимаешь, недвайсного раунда. Они думали то, что Нави сохранят дисциплину. Пакет-то как бы не встал и попробуют сделать два слива. Тем не менее, выйти на плент сразу, шансы хорошие. Выйти на плент на поздней стадии раунда, шансы маленькие, потому что нет раскидки. Плюс вот этим вот холдом сейчас перетяжкой Нави дают возможность. Хотя если посмотреть направо, в экран все становится ясно. Так, Снэкс в пленте забирает Эдварда, сразу же умирает от руки Гвардиана. Сталикс прикрывает дом, минус белый, 4 в 2. Ну и Тас с Пашей здесь просто ничего не смогут поделать с этим. Но смотри, поляки закупались реально сейчас на зубок. Вот Паша взял АВП. Тас купил кольт. Там был вроде только один ФАМАС в стеке поляков. Четко понимали, что Нави могут делать в львуху. И она реально была. Ну и теперь попытка Нави не дать засейвить девайсы польской команде. Слушай, все мы знаем прекрасный скин АВП Бум. Вот как тебе перевод дословный АВП Бах? Бах. Просто Бах. Не взрыв, ничего, а просто Бах. Просто Бах и все. Итак, Паша и его АВП. Удастся ли поляку сохранить вот столь важный девайс для своей команды? Пока непонятно, но Нави его не могут найти. Парень потерялся. Где же ты, Пабло? От всех ушел. 10-8 и Нави все еще впереди. Волевой бай срабатывает и Гэй назадачены. Ну, у них есть два варианта. Либо отдать сейчас еще раунд один, либо попробовать как-то ответить. Но не ясно, чем они будут пользоваться. Но все-таки Нави играют свой пик. И здесь они должны. Они здесь быть должны просто не на голову, но хотя бы чуть-чуть получше выглядеть, чем АГ. Так, ну и посмотри, что делают Нави. Быстрый выход на Б-плэнд. Под кучу флэшек. Как раз таки набегает на АВП Паша. Паша есть первый минус, забирает также Гвардиан. Ну, теперь поляка надо делать. Так, Эдвард. Вот это просто полет Супермена. Но что делать дальше? Три в два. Эдвард потерянный занимает на Фореста. Знает то, что у него есть оп на Зиге. И спрей на спрей. Пока Зига минус снекс. Два в два. Тут уже начинает ситуация быть очень интересной. Ну и опять-таки же Нео. Эдвард. Попытка сыграть агрессивно. Эдвард пресекает. Ну и теперь знает, где находится последний игрок. Это капитан. Капитан поляка в таз. Один против двоих. Скользает Эдвард. Криковчане четко разыграют перекрестный огонь и Зевс. Зевс 11-8. Ну вот слушай, Навин ищут легких путей. Когда они играли на Б-плэн, то они не ожидали увидеть ЭК. Они не ожидали там никак встретить трех человек. Почему поляки не справились, я не знаю. Но вот именно этой атакой Эгейн были просто свергнуты сейчас. Неужели с восьми раундами останутся поляки и будет третья карта? Ну ты знаешь, впервые у нас команды за атаку набирают вот такое количество раундов. Полякам удалось взять шесть. Сколько возьмут Навин? Ну опять же, пик команды Навиа. Хоть как-то, но должны. Гвардиан минус Паша. Как раз под крики Паша. Под крики Паша, Паша гибнет. Ирония. Стараются. Да его уже убили, успокойтесь. Он уже в спектаторах. Такой вот легкий троллинг. Поляка на Б-плэнте забирает с Некса. Пять в три остаются поляки. Прошла инфа про Форест. Про белый. Ну вот Зевс вместе с Эйздом так на ноги активно выходит. И спокойненько занимает бэшечку. Ну поляки в это время пытаются опять же придумать что-то невероятное. И Нео досиделся в окне. Хотел сорвать, наверное, джекпот. Но джекпот сорвал его. 12-8. Без потери к раунду берет украинская команда. Ну и теперь нас ожидает, наверное, оружейка. Оружеечка. Так, ну и вот хотел бы отметить то, что за атаку Словак не берет свой любимый девайс. Ну и смотрим. Опять же, Паша тоже не брал за атаку девайс. Но вот играет во второй половине совсем в другой роли. Ну и посмотри. Аркада Мид, и она приносит первый минус. Но он запирает сплитующего в подвале. И поляки выигрывают просто преимущество в первые секунды. Вот не были готовы Нави к поджиму от польской команды Эдварда. Вообще застали врасплох. Сейздит уже выходил с намеренной целью разменяться. Но, как видим, не получилось. Но ТГН вовремя перестали сейчас сидеть. Опять же. Вот эти вот долгие закрытые позиции позволяли Нави действовать агрессивно. Или ответить тем же самым. И, как видим, вопрос интересов. Хороший спрей от Паши. Попытка дать несколько фрагов. Но успехом не уменьшалась. Старик сдает ответку, но остается один. Один против троих игроков команды Эгейн. Пытается уйти под свет. На него налетает. Ну и... Забирает бомбу. Но тут уже белый из коннектора. И спокойненько его контрит. 12-9. Эгейн отвечают. Зал по-прежнему кричит Паша. Это, по-моему, какая-то вот... По-моему, это риск. Провоцировать Пашу. Да, а то... Тут... Посмотри, у Гвардиана есть хороший респаун. И его излюбленный девайс. Так, ну давай смотреть. К счастью, вернее, или к сожалению для него, я даже не знаю. Никто красный не захотел идти. И вот задумка Ковача здесь просто уже не работает. По факту. Эгейн в этот момент, вы сами видели, что делали. И у них была совсем другая схема приема. Но в конце концов... Что будет дальше? Гвардия. Общими усилиями вместе с Дерсом забирает все-таки Нео. Таз. Спалил свою позицию. Ну и теперь должны его контролировать. Нави. Тем не менее, он просто не дает выйти. Ему накидывают моменталки. И он в этот... Вот какой тимплей показывают Эгейн при спасении Таза? Просто нереальный. В итоге... Ты лучше посмотри, какие девайсы остались у Нави. Ну вот это тоже вызывает долю то ли радости, то ли я не знаю. Ну вот такой вот неоднозначный момент. Могут, конечно, сотворить парни чудо, но... И у обоих по баху. Два баха осталось у Нави. Ну вот... А что делают парни? Ну почему идут в абсолютно разные позиции? А это уже называется, знаешь, Барселона Counter-Strike. Вот таким стилем обычно пытаются играть всякие там Великобританы. Ну, англичане, скажем, да. Им никогда не скучно. Они любят там ситуации, где надо вроде бы там быть мейстером. Разбежаться и творить, что хочешь. Иногда припирает, иногда нет. Но вот в этот момент Коуч выходит на точку и... Изысканно просто зумится в Таза. Но вот Белый слышит, как Коуч пытается поставить бомбу, перехватываться. Поторопился, поторопился Словак. И в итоге... Один против двоих. Остается Денис Сейзов. Ну и... Как видим, что делает Денис. Ну, на отходе забирает с Некса. И вот сейчас бы еще секунды. Показался бы Белый, было бы минус 2, но увы. 12-10. Сравни... Ну, как сравнивать? Приближаются поляки. Наступают на пятки. Дышат в спину, я не знаю. Дышат в затылок, наверное. Вот так уже будет более-менее правильно сказать. Потому что у Нави сложная ситуация экономическая. Осталось, правда, одно АВП. И этот АВП-бах можно будет реализовать. Скорее всего... Вот так я и знал. Так я и знал, что именно туда лучше попробовать сбегать. Все-таки был респаун. Ну, давай, наверное, смотреть за Сейзедом. Вот так вот. Вот так вот. Ты, конечно, шустрый, но мы похитрее. Так, Зевс. Сбирает пакет. И, по-моему, уже хотят показать что-то конкретное. Развалил все цветки. Красавчик. Сейзед. Так, ну вот после второго Дыма принимает решение Костину уйти. Ну и Нави начинает снова готовить какую-то свою нашифровку. Скорее всего... Ну, вот играет ситуация, опять же, не самая лучшая. Смотри, у них нет инфы. Это где-то к 40 секунде не подходят под ключевые позиции. Играть от опен фрагов. Если удастся Сейзеду сделать этот минус, то может что-то получиться у Нави в этом раунде. Если еще удастся сыграть на тайминге звену в центре у Нави, то это будет просто потрясающе. Так, Сейзед где-то, по-моему, немножко его... Подгорел. Подгорел, да. Сейзед под коврами замечает Талза, не забирает. Зевс, есть минус. Ну вот, появляется какой-то шанс у Нави. Эдвард, вот она подсадочка. Ну и Паша. Вот, наверное, ключевой игрок. Если Пашу забирают, то будут шансы. Паша мажет СВП несколько раз. Сейзед тоже мажет СВП, но Старикс его проносит. Четыре в одного, остается белый. Попытка игры с коннектором. И Сейзед не попадает. Просто по-белому один в два. Ну посмотри, белый, зная четко, где находится Эдвард, Старикс один на один. Сережа, есть. И вот эта реакция. Волевой раунд берет команда НАТО СВИНСЕР с одним АВП в руках и четырьмя пистолетами Нави выигрывают. 13-10. 13-10. Тем не менее, это сбив... Это просто карусель. Вот просто карусель, серьезно. Какая-то экономическая, денежная карусель. У меня нет слов, правда. Сбрили все, сбрили по полной. Ну, об этом уже можно, наверное, говорить. И в Нави будут сейчас выходить на 14 очков. 24-й раунд. Второй половины. Второй карты. Пока что... Как же здесь? Че-то так зачекал таза. Увидел коленку, ну и потом уже не отпустил своего оппонента. Пока что 2-1 в пользу команды ЭКМ. По картам, но они будут пытаться исправить ситуацию. Так, падает Федвард нормально на... Закрывается Некса. Остался белый. Слушай, ну белый, кстати, знал, что АВП непонятно, что он там так неуверенно сыграл. Но самый главный косяк, по-моему, в Паше. И если бы он отстреливал их... Если бы Паша попал хотя бы... Хотя бы раз. Это было бы уже достаточно. Хотя бы в ногу по кому-то. Это было бы уже достаточно. Но там еще остались и целые игроки, поэтому... Ну вот видим, присутствует все-таки волнение. И у польской команды. И оно сказывается вот на таких вот микромоментах. Тем не менее, собранно уверенно, они идут сейчас на последний свой байк, который может стать реально последним. Ситуация экономическая такая, что если здесь они уступают, то... На последний раунд ничего не остается полякам, как играть с пистолетами. Ну и это позволит Na'Vi одержать победу на первой карте. Конечно же, если не произойдет ничего сверхъестественного. На второй карте? На второй карте. Прошу прощения. На первой они уже не прошли. Итак, есть опенфраг от Ne'Vi. Забирают перемычки капитана команды Na'Vi. Так, ну, Na'Vi очень дерзко такой пушит, еще и спамят в дым при этом. Прогоняет коннектор. Na'Vi садоточили свои силы нигде бы то ни было. И подмастил. Сейчас белый вышел на Эдварда, зачекал зиг. Эдвард моментально реализовал свой девайс. И 3 в 2. Но тем временем Сейза зачистил бэйпуэнт. Сектор шанс на барабане у команды Na'Vi. Но они в меньшинстве. Ну вот сейчас парная игра. Парная игра. Ошибается, Ne'Vi. Сейза забирает Ne'Vi 2 в 2. Ну вот с неадекватным контрстрайком, конечно. О нем вообще следовало бы, наверное, здесь забыть. Так, ну вот Эдвард спалил Пашу. Паша вырывается на Сейза, забирает его. Эдвард 1 на 1 против Таза. И проигранная игра. Таз не прощает. Не может найти бомбу. Может не найдет. Нет, находит. И это будет 14-11. 14-11. И Эгейн будут бороться на этой карте до последнего. Опять-таки же, у поляков выжил только один игрок. Это Таз. Он даст дроп. У остальных будут невероятные проблемы с деньгами. И это очередной шанс для Na'Vi. Важный раунд, друзья. Очень важный раунд. Так, смотрим деньги. Ну вот ситуация может сейчас у Na'Vi повториться. Второй шанс для них здесь закрыть игру. И попытаться взять 16-й. Так, изоляция с первых секунд залетает на нескольких точках. Это команда из Польши. И вот очень результативно Na'Vi с Пашей играют в паре на поджиме в центре. И начинается все это дело с опен-фрага против Сейз. До Таз принимает Старикса. Падает бомба. И поляки просто получают сейчас то, что им было нужно. И вот это неприятный момент для Na'Vi однозначно. Ковач, три промаха подряд. Ну, что-то случилось. Ты посмотри, ты посмотри. Прокрованная ВП подсунули Словаку. Ты посмотри, где лежит просто бомба. И как разменялись. Это жесть. Да, бомба. Сейчас покажу ее. Вот она. Вот она бомба. Просто нереально неудобная позиция. Ну вот, Вальф, наверное... Я думаю, что чувак с бомбой пошел туда. Он не знал, что она у него. Потому что на худи ее действительно плохо видно. Надо ее... Пора, наверное, ее сделать. Либо ярко-зеленой, либо ярко-красной. Либо чтобы она мигала, как лампочка. Или гирлянда, я не знаю. Но некоторые ее просто не замечают. Итак, Гвардиан. Хороший охотник. Знает. Как поляки расположились. Жесть, жесть. Вот Плович ждал, 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 ждал. Не дождался. Эдвард, правда, удивил. Зевс удивил вдвойне. 2 в 2. Нави из последних сил. Попытка зайти в спину к Снексу. Но тот готов. Отвечает по Эдварду. Забирает его. Остался последний Зевс. Очень сложная ситуация для Данила. Ну, опять-таки же, 11 секунд до конца. Не успевает уже ничего поделать Зевс. И вынужден просто идти на сейв. Ну, вот пытается здесь еще Снекс его добить. Но не находит на планте. В итоге счет становится 14-12. И Эгейн вновь наступает на пятки. Вот тут сомнительный эпизод наступает. Вот теперь поляков уже будет не так легко скинуть. Они в любом случае будут бороться до овертайма. Но даже если уступят в этом, у них останутся деньги. Хоть какие-то будут. На волевушку точно. Может быть не самую сильную, но какие-то фармганы, наверное, будут присутствовать. Вот нужен какой-то верняковый раунд для Нави, чтобы все получилось. То есть Паша есть первый минус, забирает Сейзда. Дым лег не очень хорошо. И видел Паша пробегающего Дениса и сделал первый минус. Опять-таки Женави начинают плохо, плохо раунд начинают. Тем временем Эдвард пытается стреляться из Его и проигрывает выпаду от Снекса. Гейн вновь 5 в 3. Вот защитные секунды. Здесь нужно просто нереально удивлять оппонента. И давать примерно такую же серию, только выходить при этом в преимущество. Ну вот это называется на самом деле, друзья, вот небольшой казус, небольшой провал. Все сейчас это, наверное, видели и прекрасно понимают. Если бы Зевс дал дым чуть... Туда не дым, а огонь. Туда куда надо. И если бы он пролетел в лестницу, то двое бы минимум открылось. Их можно было бы выкуривать, но оттуда без огня. Ничего не сделал. 14-13 заканчивается. Деньги у Нави. И Эгейн получает шанс на ничью. Так, ну вот на одних пистолетах Нави уже перлись. Будет ли... Второй такой раунд сейчас узнаем. Так, ну очень плотная раскидка. Трезво выглядит, но и Эгейн тоже... Успели сделать несколько своих отброшенных гранат. Так, Эдвард. Ну вот Эдвард стабилен. Эдвард стабилен, но остается последний. Дает вторую хитшот. Минус 100. Забирает Девайс. Пытается драться. Так, а вот с Ваней связываться опасно. Но его тут наказывает. Снэкс. Слушай, почти добил Пашу. Эдвард мог сейчас просто дать 3 фрага. И все было бы... Замечательно, но... Ну так, 14-14. Паша там ответил вам. Я не знаю, что он сказал, но это... Но явно он вас запомнил. Поэтому... Бойтесь. Поэтому просто бойтесь, да. Спокойствия вам не будет. Такс. Смотри, что у нас происходит. Куда, куда смотреть? Куда смотреть? Карту показать нужно сейчас. Уже показывал. Все четко видно. Ну, готовят, наверное, что-то интересное. Ну и вот... Этпоинь. Турдой. Этпоинь. Таняна. Так. Вот это злот фраг. Пронажет стать успеховочность Пашу. Не гайфула. И как отмужет. Подожай меня.